Небольшая пивная на шумной улице Берлина для невнимательных посетителей мало чем отличающаяся от обычных заведений. Но зайти сюда можно только при одном условии. Вы женщина. Бегинная пивная в здании, которая еще в начале 80-х целиком захватили женщины. Отремонтировали, открыли небольшое кафе и постановили. Мужчинам вход воспрещен. Даже оператору-мужчине сказали твердое нет. Корреспондент телеканала «Ост-Вест» Люба Камырина встала за камеру. Женщины сюда приходят, потому что они здесь могут расслабиться. К ним никто не пристает. Случается, мужчины заходят, но очень быстро уходят. Некоторым мужчинам страшно, когда вокруг столько женщин. Разумеется, иногда слышишь высказывания типа «а я переоденусь с женщиной». Но когда им спокойно объясняешь, они уходят. Они могут и в соседнюю пивную пойти. Ману Гизе, бессменная руководительница кафе, лично следит, чтобы в помещение не попали мужчины. Еще в 80-х кафе было местом физической защиты женщин. Прямо напротив пивной находилась площадка, где стояли секс-работницы, которые могли спрятаться в помещении в случае неприятностей или просто отдохнуть в исключительно женской компании. Такое кафе – небольшой вызов привычной жизни пианистки Наташи Тарасовой. С феминизмом у нее сложные отношения. И назвать себя феминисткой она точно не может. Я все-таки люблю общество мужчин. И когда общество только женщин, наверное, мне мужчин не хватает. Еще лет 40 назад женщины в Германии, чтобы устроиться на работу, должны были предъявлять официальное разрешение от мужа. Теперь высшее образование и карьера, опыт жизни в пяти странах и три брака. Наташа Тарасова признает – сторонники феминизма добились многого, в том числе и для нее, но уже перешли грань допустимого. Жуткая, на мой взгляд, политика в Европе, гента-политик. Мне кажется, женщина все-таки должна была бы оставаться женщиной, мужчина оставаться мужчиной. Что значит быть, оставаться женщиной? Да, вопрос интересный, конечно. Но надо сначала понять, что такое женщина. Но мне кажется, женщина в первую очередь должна быть красивой. Или должна хотя бы стараться быть красивой. И привлекательность женщины в чем состоит? Это определенная пластика. Да, это не мужская, грубая. Что должна и должна ли вообще женщина? Пожалуй, главный вопрос, вокруг которого и строятся и идея, и главные споры феминистического движения. Его участницы и участники в борьбе за независимость ставят главное условие. Равны права и возможности, вне зависимости от пола, в зарплате и учебе, распределении домашних обязанностей, при приеме на работу и повышении в должности. Но более чем столетняя борьба против дискриминации еще далека от завершения. Проблема гендерного неравенства актуальна и для развитых стран. По статистике, женщины в Германии зарабатывают в среднем на 22% меньше, чем мужчины. Это один из худших результатов в Европе. Кстати, в январе Германия приняла закон. Сотрудницы женщины теперь могут запрашивать информацию, отличается ли их зарплата от выплат сотрудникам мужчинам на аналогичных позициях. Шансы женщин получить травму при ДТП на 47% выше, чем у мужчин. Причина? Краш-тесты, на которых производители обычно используют манекены мужчин и не учитывают физиологических особенностей женщин. Шансы на инфаркт у женщин выше, чем у мужчин. Американские исследователи опросили 1000 пациенток с инфарктами и выяснили, 30% из них обращались к врачам с жалобами на боли в сердце, но доктора проигнорировали их симптомы. В то время как домашнюю работу без лишних вопросов отдают женщинам, руководящие посты в компаниях получить не так-то просто. ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, одна из целей ее работы – равенство полов. При этом только 30% руководящих позиций занимают женщины. А это снова Германия и ее 16 земельных и один федеральный министр внутренних дел. У меня был перфуманс про власть, назывался «Лестница». Я поднималась по лестнице, которая символизировала лестницу власти, которая, опять же, фактически всегда принадлежит мужчинам. Яна Сметанина, художница из Москвы, лишь несколько месяцев живет в Берлине. В небольшой, пока явно не обжитой квартире, минимум мебели. Но зато окно в пол для художницы – круглосуточный источник вдохновения. Прошлая жизнь Яны осталась в Москве вместе с друзьями, знающей ее публикой и трагической историей, о которой Яна ни рассказывать, ни, видимо, даже вспоминать не хочет. Попытки переосмыслить собственное прошлое привели к одной из главных тем в творчестве – феминизм. Наверху у меня стоял ассистент, и мы с ним сначала вместе начали наш путь, как два равных человека. Но в какой-то момент он на лестнице остановился и занял свою такую главенствующую позицию, позицию мужчины при власти. И стал меня с этой лестницей сталкивать. Это был совершенно такой бесконечный, по-моему, перформанс. Я даже не знала, как я из него выйду. И в какой-то момент я зашла в тупик, потому что по лестнице подняться я не могла. Мужчина стоит сильный, он меня все время сталкивает, у меня уже ободраны колени, потеряна обувь. Вмешалась моя подруга Таня Сушенкова, она пробралась по этой лестнице с другой стороны, скинула этого мужчину просто сзади. Так что солидарность женская. Она появилась в самый неожиданный момент. Женская солидарность и женская помощь оказывается нужна и в Германии. Практически ежедневно Яна сталкивается с анонимными криками о помощи. Женщины, чаще всего русскоязычные, становятся жертвами домашнего насилия. И не могут уйти. Не звонят в полицию, не обращаются в многочисленные центры поддержки женщин. И остаются жить в страхе. И после более чем ста лет развития феминизма сторонникам этого движения приходится бороться не только за равные права в зарплатах и карьерных возможностях, но и элементарно за физическую безопасность женщин. С чего и началась эта пивная, с права женщин быть в безопасности. Для чего нужны мужчины? Когда трудно, на плечо опереться, всплакнуть. Опять же, чтобы обнял, поцеловал. Не для того, чтобы он меня содержал. Думаю, что женщины здесь немножко преувеличили в том смысле, что мужчины часто чувствуют себя уже не мужчинами, или они не нужны как мужчины. Я разговаривала с многими моими немецкими друзьями, для них это настоящая проблема. Мне пришлось какое-то время общаться с женщинами, которые находились в психушке. И я эти разговоры записывала, и очень долго об этом думала. Потом у меня получился художественный проект, потому что я нашла нечто общее у всех этих женщин. Они все оказались, как правило, жертвами насилия. Кого-то изнасиловали в 7 лет родственники, кого-то просто избивал муж, кого-то избили на улице. Все истории были как на подбор, как по одному шаблону. И то, что они были в больнице, это было следствием этого пережитого насилия. На самом деле, психов, как таковых, там не было. Елена Астайна, Алексей Протасов, Люба Камырина, Ост-Вест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова